Окей, ну что, давайте тогда начинать. Все, то времени уже достаточно много. Всем спасибо, кто присоединился. Вы присутствуете на вебинаре «Теприц социальных технологий», и сегодняшняя тема звучит как потенциал дополненной виртуальной реальности вот этих технологий для решения общественно важных задач, проблем и для социальных проектов. У нас сегодня будет приглашенный спикер, я чуть позже его представлю. И классические вопросы-ответы, запись будет позже. Вопросы, если у вас появляются, вы можете писать их в чат. Мы будем отвечать либо во время их появления, либо в конце, в зависимости, как удобно спикером. И что еще, презентация тоже будет доступна для скачивания позже. В принципе, наверное, все. Давайте я пару слов скажу для тех, кто видит или участвует в наших вебинарах впервые. Во-первых, меня зовут Алексей Ницца, я являюсь ивент-редактором «Теприцы» и провожу вебинары, как этот, и делал видеоуроки, такие небольшие видео. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, предложения, вы можете писать мне напрямую на мейл или в фейсбук. Ссылка здесь есть. Так сайт «Теприцы» выглядит. Его адрес – te-st.ru. В социальных сетях мы везде – слэш «Теприца-СТ». «Теприца» социальных технологий – это общественный образовательный проект. У нас основная цель – мы сводим два полярных сектора. С одной стороны, это некоммерческие проекты, некоммерческие организации, какие-то просто активисты или люди, которые делают интересные проекты. Да, что-то прям исчезло у меня тоже. Все исчезло. Все исчезло. Или все исчезли. Мне кажется, я что-то... Я вас слышу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Очень странно что-то исчезло. Действительно, я не знаю, почему так произошло. Я надеюсь, что сейчас не будет такого дальше. В общем, давайте продолжим. Прошу прощения, это какие-то технические неполадки. Окей. Да, я остановился на том, что сайт «Теприца» выглядит таким образом. Да, и мы связываем два сектора. С одной стороны, это некоммерческие проекты. С другой стороны, это IT-секторы, это программисты, разработчики и люди, которые владеют технологиями. В том числе, сегодня, например, мы поговорим с человеком, который занимается непосредственно виртуальной реальностью. И, то есть, много чего пишем на нашем сайте еще, да, и проводим мероприятия. Как вот вебинары, как этот, и разные оффлайн-мероприятия, хакатон и так далее. То есть, реально рекомендую зайти и посмотреть. Много чего полезного вы найдете для себя, для своих проектов там и так далее. Естественно, так как мы проводим много мероприятий, как оффлайн, так и онлайн, у нас есть канал на... Не смешно. Так, меня это даже уже неинтересно, даже я не знаю, в чем причина, что так вылетает. Опять же, прошу прощения, это странная, видимо, проблема с платформой, потому что я вот просто вам рассказываю, у меня пропадает автоматически, почему-то вылетает просто из комнаты. Так, ну, пока не вылетаем, давайте продолжим. Так, очень-очень странно. Да, я остановился на нашем канале YouTube. Рекомендую подписаться. И два плейлиста, опять же, очень сильно рекомендую, это плейлист записи вебинаров, потому что мы проводим два вебинара в месяц, и их уже накопилось достаточно много. Это такие полноценные, по сути, вводные видео длительностью в районе часа, где вы можете разобраться в теме и посмотреть, что это как-то и как это работает. И это плейлист скринкастов, видеоуроков, которые содержат в себе много видео, как делать что-то самостоятельно, то есть как использовать онлайн-сервисы, как делать баннер и так далее. То есть это про дизайн, про технологии, про инфографику, про сайты, про безопасность цифровую и так далее. Вот, ссылки везде есть, потом можете как бы нажать, перейти по ним. И сегодня, собственно, о чем мы поговорим? Мы поговорим о потенциале технологии виртуальной и дополненной реальности для решения важных социальных проблем. Наш вебинар является немного продолжением, темы виртуальной реальности, которую мы освещали в Теплице в ноябре. Сегодня 2 декабря, поэтому буквально там пару дней. И вот сегодня я представляю сейчас Георгия Молодцова. Это креативный директор компании Вирабилити. И он расскажет о том, ну, собственно, что они делают, как делают, почему делают. И я, собственно, предоставляю слово. Георгий, включи, пожалуйста, камеру и звук, чтобы все мы тебя видели, слышали. И ты тогда, пожалуйста, свою презентацию загрузи. То есть, ну, ее надо открыть и включить демонстрацию. Да, я надеюсь, что не будет так вылетать, как у меня. Сори. Добрый день всем. Я надеюсь, что технически никаких проблем не будет. Но в целом многие вещи я буду параллельно сопровождать ссылками, чтобы была возможность самим все посмотреть и попробовать. Смешная фотография, которая у меня вот сейчас на аватарке, была сделана вчера в рамках форума «Надежда на технологии», организованного частично Сколково, частично проектом «Технология возможностей» при Бауманском университете, но это отдельная история, в рамках которого мы еще год назад презентовали проект «Веорабилити», собственно говоря, который вырос, на самом деле, из попытки объединить мой опыт личный как режиссера социальных проектов и социальной рекламы в лаборатории социальной рекламы и технический опыт и личный опыт моего коллеги, технического партнера Станислава Колесника, который стал интересоваться возможностями сферического видео уже давно, но как раз полтора года назад, когда мы с ним встретились, мы и получили вот такую синергию в виде проекта «Веорабилити», который как бы существует именно как проект. Но очень сильно перерос те задачи, которые мы изначально ставили. В начале 2015 года Станислава, по-моему, в конце декабря 2014, но это не так важно, попал в небольшую аварию и получил довольно серьезные травмы, из-за которых он временно лишился полноценной возможности ходить, но он начал реабилитироваться. И так как он до этого тестировал очень много возможностей виртуальной реальности, съемки сферического видео, он просто в какой-то момент, пока еще не мог ходить, начал смотреть те самые видео, которые он снимал, как он ездит на мотоцикле и так далее. И он вдруг почувствовал, что это решение немножко ему создает эффект, как будто его почесать под гипсом руку, когда этого очень хочется. И когда мы с ним встретились, я ему рассказал те идеи креативные, о том, как можно рассказать о каких-то проблемах, рассказать о каких-то интересных вещах через видео 360, а он рассказал мне про техническое решение, мы поняли, что наш опыт наибольшего соприкосновения все-таки проходит в плоскости как раз тематики инвалидности, так как я многие годы работал с организацией инвалидов «Перспектива», и мы создали большинство социальной рекламы, которая у них есть, создана мной. И дальше мы просто поняли, что есть еще несколько плоскостей, почему это все может сработать. Именно поэтому мы и пригласили Максима Киселева, который вот сейчас есть у нас в нашем чате, есть в этой конференции, помочь нам поэкспериментировать с технологиями съемки, с технологиями монтажа, с технологиями в принципе, и понять, насколько эффективным может быть создание подобных сферических видео, которые показываем и другим людям, и демонстрирующие возможности действительно активных людей, которые делают невероятные вещи, находясь в инвалидной коляске. А в случае с Максимом он занимается теннисом на колясках, он является танцором на коляске, он является единственным в мире профессиональным танцором на льду на коляске. Вот мы хотели на его примере показать, какими разными видами активности могут заниматься люди с инвалидностью, при этом находясь в инвалидной коляске. Но и для зрителей без инвалидности это было интересно тем, что мы могли увидеть... Гарри, прошу прощения, я тебя перебью, презентация твоя нет, ты что-то делаешь? Еще нет, я сейчас не перейду. То, что я хотел сказать, что мы хотели... Для людей, которые находятся... Для людей без инвалидности получалась возможность увидеть мир глазами человека с инвалидностью, мир глазами человека в инвалидной коляске, так как большую часть виртуальной реальности вы смотрите на врачащихся стульях. Вот этот проект, с которого мы начали, это был социальный проект, никто тогда еще виртуальной реальностью и 360 не занимался в социальном поле в России, и мы решили как раз с этого начать, потому что это, ну, во-первых, в коммерческом рынке, в сегменте еще никому не было интересно, а во-вторых, в социальном просто проще было взаимодействовать и создавать какие-то вещи, потому что это находило очень большой отклик и помогало очень быстро получить понимание того, работает это или нет. Поэтому на примере проекта VR-ability я, собственно говоря, и хотел бы рассказать о том, как мы интегрировали возможности сферического видео, видео 360 и демонстрации в шлемах виртуальной реальности в, собственно говоря, для того, чтобы решать какие-то социальные, поднимать социальные вопросы. Я сейчас отключил камеру, я так понимаю, что все должны видеть вроде как презентацию сейчас. Это презентация нашего проекта, который мы делали еще год назад. Пока не видим презентацию, там, наверное, надо нажать. Да, 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 вот, да, простите. Вот. Да, теперь окей. Вот, собственно говоря, это презентация, которую мы делали год назад. За этот год очень многое произошло, и мы многое узнали. И я бы как раз и хотел рассказать и ответить на те вопросы, которые возникают у людей в контексте виртуальной реальности. Поэтому пока я продолжаю рассказывать про проект VR-ability, я буду рад видеть ваши конкретные вопросы в чате, потому что мой опыт показал, что, во-первых, раз мы не можем сейчас все вместе сесть это и попробовать, прямо надеть очки, покрутиться на стуле, или надеть другие очки, посмотреть дополненную реальность, все равно все, что бы я ни рассказывал, не дает полного ощущения того, как это работает. Я написал несколько с разных статей на тему базовых вещей того, как работает виртуальная реальность, и как ее смотреть. Я сейчас скину ссылки на нее. Но я так понимаю, что если вы заинтересовались этой темой и подключились к этому вебинару, то у вас наверняка есть уже конкретные вопросы, есть какие-то знания, которые вы поискали, и есть вопросы, на которые вы хотели ответить. От того, что это вообще такое, до какую конкретную камеру купить и как ее нам использовать для наших социальных проектов. Поэтому кидайте в чат. Я пока продолжу рассказывать по VR-ability. Я очень прошу кидать вопросы, потому что я могу об этом рассказывать долго, а у нас время все-таки не безграничное. Итак, в VR-ability, как я сказал, мы собрались с командой и начали работать по съемке. И то, что вы видите сейчас в левом верхнем углу, это, по сути дела, система из шести камер GoPro, которая выглядит, по сути своей, как кубик обычный, каждый из сторон которых захватывает изображение своей стороны куба, но и при этом имеет захлест материала с соседними камерами. И специальная программа умеет анализировать это изображение, находить общие точки и соединять это в такую проекцию, которая потом нанизывается, так сказать, на виртуальную сферу. И отображается как вот онлайн в видео Facebook, так и в YouTube, так и на специальных видеохостингах. Отдельный формат воспроизведения это, естественно, в очках виртуальной реальности, форматов которых сейчас уже несколько. И третий вариант демонстрации такого рода материала это сферический полнокупольный кинотеатр. То же самое, по сути дела, что и планетарий. Вот все технологически, на самом деле, произошло не то чтобы случайно, но вполне себе закономерно. Дело в том, что наши современные смартфоны обладают встроенными гироскопами и акселерометрами, которые позволяют отслеживать вращение поворота головы человека. И эта информация передается в плеер, который воспроизводит видео или воспроизводит игру в 360 в виртуальной реальности. И эти данные позволяют повернуть изображение на экране таким образом, чтобы соответствовать тому, куда поворачивается голова человека. В этот момент происходит эффект погружения, так называемый, потому что наш мозг видит, что изображение реагирует на наши движения. Он подсознательно начинает включать механизмы собственного убеждения, что то, что ему показывается сейчас в глазах, является реалистичным изображением. И для того, чтобы увидеть это в 360, просто изображение на смартфоне раздваивается, и через специальные линзы, которые находятся как в картонных очках, так и в любых других, они проецируются прямо нам, что называется, нам в детстве говорили, или не сидеть близко к телевизору. Вот здесь мы, в общем и целом, надели телевизор себе на голову. И мы видим изображение, которое заполняет весь угол нашего человеческого обзора. И поэтому наш мозг воспринимает это изображение по умолчанию как то, что является окружающей нас реальностью. И с возможностью, в самом примитивном случае, просто крутить головой, а в наиболее сложных, и ходить по ограниченному пространству в компьютерной игре. Это игра с мозгом, и это игра, которая дает гораздо большую степень убеждения, погружения человека. И вот вокруг этого и существует вся виртуальная реальность. Компания Google в 2014 году, одно из их подразделений, выпустила такие вот картонные очки, в которых на самом деле находятся всего лишь две аноморфотные линзы, увеличивающие изображение в семь раз с искажениями. И вот такая картонная коробочка, в которую вкладывается телефон и подносится к глазам. И, собственно говоря, эта картонка и стала тем средством, которое позволило уже миллионы людей погрузить впервые в виртуальную реальность. Вот с этого все и началось, но сейчас возможности виртуальной реальности, качество материала и качество демонстрации, возможности демонстрации становятся все шире и шире. А в нашем проекте мы продумывали такую систему, что нам бы хотелось производить контент, так как у нас есть герои, у нас есть люди, о которых мы хотели рассказать, и ситуации, которые мы бы хотели показать. У нас есть собственные технические разработки. Станислав сейчас является частью компании ProSense, которая активно занимается прямыми трансляциями в 360. И компания предоставляет это оборудование, потому что мы на начальном уровне просто потратили свои собственные деньги, чтобы закупить вот этих вот семь камер GoPro и всякие остальные штуки, закупить профессиональное программное обеспечение, чтобы это склеивать. И также Станислав, будучи техническим инженером, разработал множество различных креплений, чтобы камера не просто всегда была в одной позиции, но и давала какие-то необычные ракурсы и необычный взгляд на то, что можно увидеть вокруг. Вторым этапом мы планировали создать мобильные приложения как на Андроиде, так и на iOS, а также мобильный веб-сайт, а также размещать видео, собственно говоря, на тех платформах, которые сейчас поддерживают сферическое видео. Ну и последним элементом является веб-сайт, который сейчас довольно-таки посещаем, как раз за счет тех материалов, которые мы начали публиковать, понимая то, как работает VR. Это и о каких-то принципах монтажа, о том, как это смотреть и где видеть. И в общем и целом так получилось, что VR-обилити как сайт является просто сейчас такой площадкой, на которой люди, очень многие впервые знакомятся с тем, что такое VR. И очень здорово, что они знакомятся с этим не в развлекательно-игровых проектах, а в социальных проектах, которые затрагивают довольно интересную тему. Тема мотивации людей к большей активности в реальной жизни. Ну и третьим этапом того, что мы продумывали, являлась система раздачи вот этих Google-картбордов, которые я, кстати, все еще должен Максиму хотя бы отдать. Потому что, например, Google в прошлом году к Новому году нам прислал просто тысячу, нет, сто картбордов, которые мы распространили среди вот ребят из организации инвалидов «Перспектива». В этом году, когда я проводил фестиваль сферического кино при поддержке IT-компании EMC, которая сейчас является Dell EMC, мы в общем и целом создали там тысячу картбордов и там 200 штук, которые у меня оставались, я также раздал и продолжаю раздавать, на которых нарисован логотип EMC, собственно говоря. Но это не важно, потому что вот такие картонки при наличии у человека смартфона, поддерживающего гироскоп и поддерживающий вот этот сферический режим, в общем и целом являются наиболее быстрым способом познакомить человека с базовой функциональностью. В станции VR-абилити, вот, например, вчера на этом форуме «Надежда на технологии» нам просто поставили вот такую отдельную зону, в которой мы демонстрируем всем желающим различные фильмы и ролики, которые сделаны в рамках проекта. И мы хотим делать так, чтобы эти зоны оставались постоянно, это не так сложно, и сейчас мы видим большой интерес компаний к созданию стационарных кинотеатров, как коммерческих проектов, которые бы позволяли также показывать некоммерческий контент. И, ну и вот, как я и говорю, очень много проходит конференции, мероприятий, кинофестивалей, выставок, которые касаются тематики инвалидности или тематики виртуальной реальности, и получается взаимное такое проникновение, когда на профессиональных, индустриальных конференциях о виртуальной реальности мы говорим о тематике инвалидности, а на конференциях по тематике инвалидности мы представляем технологии VR. И получается такое взаимное проникновение технологий и тематики друг в друга. В общем и целом, мы создавали разные мотивирующие. Вот эти работы у нас их не так много, потому что в какой-то момент мы поняли, что создавать свой контент действительно сложно, мы умеем это делать хорошо, и на это нужны деньги, и нужно конкретно работать с новыми людьми, конкретными фондами и некоммерческими организациями для создания подобных фильмов. Об этом я сейчас расскажу. А также создавать самостоятельные вот эти вот ролики, которые не являются полноценным фильмом, которые являются погружением в какую-то ситуацию, но которые отвечают конкретным запросам. Как, например, в случае с фондом «Хрупкие дети», с которым я как раз познакомился на одном из метапов «Теплицы». Простите. И мы, в общем и целом, с ними проделали несколько вот вещей. Я провел, например, такой же вебинар, а также мы с ребятами, ребята там, Джанет, если вы ее знаете, хотела очень сильно посмотреть, как прыгают люди с парашютом, или прыгнуть с парашютом, точнее она хотела. Мы сняли это просто на камеру, просто взяли, поехали на там аэродром знакомым, сняли прыжки с парашютом. Одновременно оказалось, что то, что мы сняли, является каким-то национальным и европейским рекордом формации в какой-то. И сняли это с мальчиками, сняли это с девочками, приехали к ребятам, когда у них был лагерь, показали им это все, и у них были дикие впечатления, дикие эмоции, потому что действительно VR позволяет хоть немножко, но погрузиться в те ситуации, которые физически вам могут быть недоступны. Вот таких вещей хотелось бы снимать больше и показывать различные примеры другим людям того, что можно сделать. Ну и когда я показываю просто обычным зрителям этот же самый прыжок с парашютом, я вижу, как люди такие, не, ну да, страшно, но не так страшно, как я думал, можно пробовать это в реальности. И есть такой момент, что VR можно использовать как такое средство промежуточного ознакомления с более сложными вещами, на которых человек пока что боится отважиться. Мы также снимаем о том, как это все снимается, естественно, потому что это позволяет рассказать людям, не вовлеченным в VR, о том, как это технологически может быть здорово, и о том, как эта технология постепенно развивается. Конечно, это определенная такая доля самопиара, но в контексте тех видео, которые мы выпускаем, это действительно очень привлекает внимание людей, которые просто хотят понять, как что куда крепится, как снимать, как это все создается. Ну и когда они видят реакции людей, которые это все смотрят, это, конечно, все балансируется, потому что понимаешь, что это все в конечном итоге делается для того, чтобы впечатлить зрителя и оставить у него положительное впечатление, но и при этом занести ему какое-то важное социальное сообщение. Сейчас еще промотаем. Вот Максим. Вы можете, кстати, задать вопросы ему, потому что он сейчас тоже начал заниматься VR и будет участвовать в Акатоне завтра, послезавтра. С Максимом мы провели несколько очень интересных тестов по съемке. И вот то, что кадр, который вы видите, камера размещена, шестикамерная система, весом около полутора килограмм, килограмм-полтора, да, была размещена на шлеме у девушки, на шлеме у Максима, была подвешена на канате. И из этого мы смонтировали вот очень интересный клип, который позволил понять, как манипулировать зрительским вниманием, но и позволил понять, что нужно для стабилизации такого материала. И действительно очень хорошо, что мы все это протестировали, потому что сейчас мы действительно обладаем такой вот уникальной экспертизой и можем сразу сказать, работает это или нет. Но то, чем я занимаюсь и то, откуда мы выросли, это все-таки кино и телевидение. Именно поэтому в возможностях виртуальной реальности мы используем только механизмы сферического видео, то есть предснятого изображения, которое различными способами создается и демонстрируется, и вы никак не можете поучаствовать в этом видео, кроме как крутить головой. Но виртуальная реальность гораздо шире, чем просто вот сферические видео. Так, сейчас я закончу тут и, наверное, вернусь к первому слайду и вернусь к своему изображению. Действительно, виртуальная реальность сильно шире, чем просто сферические видео. Поэтому то, чем я конкретно занимаюсь, я называю это создание и просмотр сферического видео в шлемах виртуальной реальности. Однако, продумывая стратегии того, как создавать видео или создавать проекты виртуальной реальности, мы понимаем, что возможности гораздо шире. И вот Максим задает правильный вопрос, что насколько массово может стать VR, будет ли технология дешеветься временем на сколько, и что получит больше развития виртуальной реальность, про которую я уже частично говорю, и дополненная реальность. Вот, пока на эту часть вопросов отвечу. Виртуальная реальность, как технология, сейчас существует полностью привязанной к компьютерам, шнурами, которые передают очень высококачественные игровой контент в шлемы, позволяющие также ходить по комнате. И для того, чтобы воспроизвести наиболее интересные проекты виртуальной реальности, нужен стационарный, очень мощный компьютер с очень мощной видеокарточкой. Это действительно довольно дорогое решение, и не каждый его может себе позволить, тем более на дому. Но при этом PlayStation уже выпустила свою приставку. Что вы можете делать в виртуальной реальности? Вы можете видеть там свои руки, если у вас в жизни в руках находятся специальные держатели, там Oculus Touch или HTC Touch для HTC Vive. Вы можете видеть свои руки в пространстве, вы можете перемещать, вы можете брать предметы, вы можете с ними делать очень многое. И также вы можете перемещаться по комнате, так как по краям стоят специальные сенсоры. И это вот то классическое определение виртуальной реальности, которое существует. Виртуальная реальность ограничивает вас от реальности, потому что она никак не взаимодействует с реальностью, она создает вам полностью новый мир. Термин AR или дополненная реальность апеллирует к другому формату взаимодействия человека с создаваемым контентом, когда есть полупрозрачные очки. Сейчас все наиболее популярные форматы – это Microsoft HoloLens. У вас есть очки, вы видите проецируемое на, видимое сквозь очки изображение, то есть стены, пол, потолок, людей. Видите создаваемые образы, которые накладываются поверх него, как бы ассимилируясь взаимодействия с этим пространством при помощи специальных маркеров. То есть дополненная реальность, в отличие от виртуальной реальности, взаимодействует с реальным изображением и тем самым создает еще большее погружение, но при этом она не переносит вас в другие мира полностью, она работает с миром вокруг вас. И основа этой работы – это маркеры, к которым привязывается дополненная реальность. То есть есть какие-то элементы, которые как триггеры, как спусковые крючки, включают тот или иной запрограммированный контент. И есть видео 360, которое существует как обычная видеотехнология, которая снимается как вот такой системой камер, которую вы видите, так и такой камерой, например, Samsung Gear 360, состоящая из двух объективов. Как и камера, которая была на презентации, так и эта камера, они работают по одному принципу – покрыть всю сферу 360 градусов. Несмотря на то, что здесь кажется, что всего лишь один маленький объектив с этой стороны и с другой, это суперфиши объективы, которые покрывают около 190 градусов изображение. И поэтому вот здесь, по линии, где проходит шов у камеры, допустим, там же проходит и шов у изображения, когда две полусферы находят общие точки, которые сняты обеими сторонами, и склеиваются, мы это называем stitching, склеиваются, создавая полное сферическое изображение. Записывают его в mp4 файл, который потом при помощи специальных плееров воспроизводится, и мы можем крутить головой в этом пространстве. Профессионализм заключается в том, как качественно вы сделаете это изображение, как сделаете так, чтобы люди потом их не тошнило. Первая моя камера, которой я пользуюсь практически каждый день, это вот такая камера Ricus S. Она интересна тем, что, как и эта камера, она обладает возможностью снимать фото, но у Samsung очень высокое качество изображения по сравнению, из таких любительских камер, но он работает только с самсунговскими телефонами, а камера Ricus делает очень четкие, очень интересные фотографии, и то, для чего вам наверняка такая, такого рода камера, по сути дела, на самом деле, она одна модель, даже из конкурентных рынок, моделей из существующих, может быть полезна, как для людей, представителей некоммерческих организаций, или просто как бизнесов. Это ее функция прямой трансляции в интернет в 360 прямо на YouTube. То есть вы подключаете такую малышку к ноутбуку, запускаете через специальную систему, которая очень хорошо описана во многих туториалах, и устанавливаете специальные файлы, запускаете, и вы можете иметь прямую трансляцию в низком качестве, но в достаточном для того, чтобы, например, провести совещание, когда человек отсутствует, или представить какое-нибудь выступление человеку практически живьем, но с небольшой задержкой, который там находится в больнице, так что он, в принципе, может смотреть это изображение при наличии хорошей интернет-связи, так как требуется большой поток, в шлеме виртуальной реальности и крутить головой. Но даже и без него он может просто мышкой крутить видео на YouTube. Поэтому я люблю эту камеру, потому что она вот у меня выполняет функции, ну, срочно сделать фотографию, как режиссеру понять, что будет в сферическом кадре, хотя я могу просто головой покрутить, но сферический кадр все-таки отличается по ракурсу и так далее. Но и для прямых трансляций любительского формата, но уже в 360. И именно поэтому я думаю, что виртуальная реальность сейчас осталась надолго, потому что для того, чтобы эта технология стала массовым, нужны очень мощные вычислительные системы. Но видео 360 мы видим уже сейчас на мобильных телефонах. Для этого нам достаточно просто загрузить на самом простом уровне, без дополнительных каких-то установок, загрузить YouTube, открыть сферическое видео. И в целом мы практически сразу... Сейчас мы... Я могу крутить его пальцем. Это вот мой проект про Байкал, который сейчас будет... у которого премьера сейчас будет в Дубаях. Ну, это трейлер, точнее, проекта. Вот. Я могу также просто перевести его вот в тот самый картборд режим, про который я говорил, который вы засовываете в очки. Не могу сделать потише, быстро. Вот. Но если коротко, то... Вот так выглядит картборд режим. То есть это два... Два глаза. И от того, что я перемещаю изображение, у нас смещается эта перспектива. Я вижу пол, я вижу потолок. И это полностью следит за моим взглядом. И дальше... Сейчас начнутся интересные преображения. Дальше я беру, там, например, один из картбордов, засовываю его сюда. И вот у меня, по сути дела, самый примитивный, самый простой шлем виртуальной реальности. Причем эти картонные очки можно довольно легко выпустить, можно найти на них там легко довольно спонсоров. И сделать так, чтобы у человека остались очки, которые он может показать как себе, так и другим. Более сложные шлемы виртуальной реальности. Уже пластиковые. У них гораздо более лучше... гораздо лучше линзы. И точно так же они используют телефон. Точно так же он вставляется. Но качество изображения и выносливость устройства сильно выше. Есть вот этот шлем, который я показывал. Это фибрум российского производства. Вот шлем Хомедо, у которого также можно как раз для людей, у которых есть какие-то проблемы со зрением или какие-то нарушения зрения, гораздо четче подстроить изображение сверху, построить благодаря всем этим датчикам расстояние между глаз и конкретный фокус каждой конкретной линзы. Ну и на верхушке пока что этой всей системы находится шлем Gear VR, который выпускается компанией Samsung по лицензии Oculus. Это, по сути дела, своя целая экосистема, в которой существует, которая работает во многом и только благодаря тому, что используются самые дорогие на рынке телефоны Samsung типа S7, S6, Note 5 и так далее. Ну и это самый высококачественный, скажем так, тип изображения, который вы можете получить на данный момент в мобильном сегменте виртуальной реальности. Говоря о мобильном, я имею в виду тот, который использовался, в котором используется телефон и какие-то шлемы, а не привязанные шнурами вещи. В общем и целом, проекты, которые я провожу, мы проводим в партнерстве с Samsung, они меня поддерживают частично. Когда я засовываю телефон в шлем, там включается своя целая экосистема и благодаря вот сенсору, расположенному на этой части, я могу управлять, я могу вверх-вниз выбирать, влево-вправо заходить в меню, делать громче, ниже. Ну и главное, что в самом шлеме находятся уже датчики, которые снимают нагрузку, самый большой вот этого гироскопа и акселерометра с телефона, и поэтому качество изображения и качество и скорость работы становятся сильно лучше. Большинство проектов, которые делаются под мобильный VR, сейчас делаются под шлемы именно Gear VR, и Google недавно выпустил свой шлем Daydream. Вот эти все проекты в ближайшее время будут заполнять рынок. Но рынок именно довольно развлекательный игрового формата, потому что, конечно, не каждый может себе позволить иметь каждый день телефон за 50 тысяч рублей и шлем там еще за 8 тысяч рублей. Конечно, они продают это за 50 тысяч комплектом, как покупаешь телефон и шлем бесплатно. Но нужно понимать, что шлем Gear VR стоит около 7 тысяч рублей, шлем Fibrum стоит 6 тысяч рублей, шлем Homedo стоит 3,5 тысячи рублей, Google картборды вы можете купить от 400 до тысячи рублей в зависимости от типа линз и качества производства. Но картонный шлем очень быстро изнашивается и, конечно, он не полностью создает тот правильный эффект погружения, потому что остается много вещей. Поэтому на рынке есть много различных других шлемов, выпускаемых в Китае, VR Box, Boba VR, есть даже Pinsne, выпускаемые практически всеми компаниями, которые вы просто надеваете как Pinsne, на него телефон, и это вам не ограничивает угол обзора, но, по крайней мере, позволяет чуть-чуть получить качество такое погружение. И Box Glass, про который говорит Максим, они как раз выпустили эти очки, я все пытаюсь их как-то привлечь, найти коммерческих партнеров, чтобы выпустить такое большое количество очков. Потому что что сделали, например, в Америке New York Times, если говорить о международном опыте, они выпустили большое количество очков, они называют цифру миллион, но на самом деле их даже больше. И разослали вот миллион картонок с надписью New York Times для всем печатным подписчикам своей газеты в США. И также выпустили мобильное приложение под iOS и под Android, в котором люди могли посмотреть фильмы действительно высокого качества и интересного содержания о беженцах, о каких-то игровых фильмах с звездами, снятых уже в 360. их модель конечно во многом заключается в поддержке коммерческих брендов, которые спонсируют этот фильм и своим логотипом поддерживают это начинание. Ну и конечно это во многом коммерческий проект. Но этот миллион картбордов рассылался прежде всего печатным подписчикам New York Times, а это значит, что это аудитория старше, чаще всего 40-50 лет. И прошлый год был заполнен всеми этими фото, видео, как бабушки и пожилые дедушки смотрели видео о каких-то странах и местах, в которых они хотели бы побывать, но не могли, или как им включали какое-нибудь видео с динозаврами и как они ярко реагировали. И во многом я уверен, что и в России мы в VR-ability старались представлять до того, как пошли большая волна коммерческих проектов. И во многом я думаю, что развитие технологии виртуальной реальности и ее массовое распространение связано прежде всего с использованием их в полезных проектах, а не в развлекательно-игровых проектах. Развлекательно-игровая индустрия до этого дойдет сама, но именно показывая какие-то возможности, когда эта технология оказывается полезной, образовательной, просветительской, мастивирующей, но и просто эмоционально полезной, позволяя пробить вот тот канал эмоциональной восприимчивости, который часто сейчас бывает закрыт из-за довольно суровых условий жизни, и позволяет ненадолго выключиться из этого мира. Вот я уверен, что именно такие примеры лучше всего продемонстрируют миру то, что эта технология должна оставаться, должна использоваться и должна каким-то образом интегрироваться в постоянную повестку дня. Не то, чтобы мы каждый день просыпались и обязательно 15 минут VR рассмотрели, но то, чтобы существовало достаточное количество приложений контента, которые бы позволяли для людей, находящихся в каких-то проблемных ситуациях, ограниченных в свободе перемещения, в свободе действий, чтобы они могли воспользоваться этой технологией, чтобы частично покрыть свои потребности. И особенно это касается территории нашей страны с такими огромными расстояниями, когда действительно необходимо наладить отношения, наладить связь и погрузить людей друг с другом. Максим вот как раз очень хорошо пишет про проекты, которые он занимается, потому что он очень хорошо знает тематику инвалидности, я в этом смысле здесь больше как гость выступаю, как человек, который долго этим занимался и хотел показать на этом примере, как технология может развиваться. Но я очень приветствую того, что социальных проектов подобного рода становится больше. И нужно понимать, что в России виртуальная реальность прежде всего технологически и экономически финансируется коммерческими компаниями. И только за этот год я сделал так вот без названия брендов две рекламы пива, одна реклама парка и еще несколько проектов связанных с такими и еще было в России несколько коммерческих проектов, которые использовали технологии VR 360, чтобы быть вот с таким вау-эффектом. Круче всего это используют автомобильные бренды, которые позволяют тебе проехаться на новых моделях автомобиля, сидя в этом автомобиле и так далее. Что еще важно, что мы все равно ограничены качеством тех же самых мобильных телефонов, возможностями этих мобильных телефонов. Поэтому качество воспроизводимого контента, что в видео, что и в играх, оно все равно еще вызывает большое количество вопросов и не подходит для всех. Но нужно понимать, что VR сейчас создает большое количество различных и VR 360 создает большое количество инициатив. Из наиболее интересных мировых примеров это, конечно же, проект UNVR, точнее, собственно говоря, проект который позволяет сейчас я просто вот кину, например, эту ссылку в наш общий вот этот вот чат. Вы можете скачать это приложение и посмотреть. Это Gabo Aurora, один из наиболее известных режиссеров сейчас 360. Он является креативным директором в ООН и создает вот фильмы и проекты в виртуальной реальности. Вы можете скачать их приложение на любой платформе и посмотреть, как это выглядит, какие фильмы они создают. И их стратегия ООН была очень простая. Они ходили по городам и в тех местах, где они занимаются фандрайзингом они предлагали не просто пожертвовать, но за счет пожертвования посмотреть вот фильм виртуальной реальности перед тем, как пожертвовать. И тем самым во многом да, сейчас в общий получается, что я Максиму почему-то отвечаю. Вот. Еще раз, значит, и получается возможность посмотреть на проблемы беженцев, практически находясь рядом с ними и посмотреть на места, в которых лагеря для беженцев. Услышать их истории, как они, почему они сбегали. В общем и целом, не просто пожертвовать на безличную массу людей, а узнать о конкретных людях из этой истории, истории, которых очень часто совпадают, и тем самым погрузиться в эту историю. Что еще интересно? Огромное количество, конечно, социальных проектов типа компаний всемирно известных типа Greenpeace, различные фонды борьбы с раком, с онкологией и прочие, создают видео в 360, но вот у Greenpeace есть несколько проектов, одно из них даже сделано в России, компанией Кинолет, технические, я не знаю, к сожалению, кто там сделал видео, ну в смысле, кто занимался целиком проектом, но вот вы его можете как раз посмотреть в Фейсбуке, давайте я просто продемонстрирую свой экран, чтобы мы могли вот перейти по этой ссылке, надеюсь, у меня там не будет выскакивать куча дополнительных сообщений, оп-оп, нет будет, так, сейчас, секундочку, вот мы видим видео на Фейсбуке, которое я открыл на полный экран, и я могу его крутить, вы потом можете его посмотреть самостоятельно, и это действительно здорово, что вы можете вот так вот перенестись и посмотреть на жизнь народов на Крайнем Севере, ну, на мой режиссерский взгляд, монтаж слишком динамичный, видимо, Greenpeace ограничил хронометраж, потому что такие сцены можно разглядывать действительно очень долго, они красочные, они интересные, и есть, что называется, куда покрутить, и куда посмотреть, тут вот олень, тут вот люди, и вот здесь сверху у меня показывается на самом деле история, куда я сейчас смотрю относительно фронтальной ориентации, если вы посмотрите вверху, у меня такой кружок, если я на него нажму, он меня вернет в стартовый экран, и как режиссеры мы понимаем, что вот мы можем, у Фейсбука есть функция ставить горячие точки, то есть если я хочу конкретно в этом месте, чтобы люди сейчас смотрели сюда, я могу поставить горячую точку, и эта зона просигнализирует, если я сюда нажму, он меня перенесет в то место, которое я поставил, и это получается инструмент, в котором, да, у нас есть 360, да, у нас есть полная сфера и погружение, но в Фейсбуке, в котором мало кто смотрит в очках, ноутбуке, в Фейсбуке это возможность, конечно, сделать сферическое видео и дать человеку посмотреть вокруг самому, ну и возможность обратить его внимание на какие-то конкретные зоны, на какие-то конкретные, которые важны для повествования, которые вы бы не хотели, чтобы он упустил, кроме этого, это возможность еще и получить аналитику, если ваше видео на Фейсбуке набирает больше 50 тысяч просмотров, то Фейсбук предоставляет вам тепловую карту вашего видео, и он показывает, в какой момент куда смотрело большинство зрителей в виде тепловой карты. Это потрясающая аналитика, которая позволяет понять, в общем и целом, что, насколько то, как вы создали ваш фильм, отражает то, что было интересно зрителю. И к традиционной аналитике мы получаем еще и аналитику взгляда человека, что является наверняка неплохим дополнительным элементом для работы с коммерческими партнерами, которые хотят получить конкретные цифры, конкретные результаты. А это, я считаю, является одним из преимуществ технологии 360, по крайней мере, по размещению онлайн. И на данный момент я вижу, что если вы делаете видео 360, у вас есть несколько инструментов. Вы можете делать совместные показы и совместные демонстрации таким же образом, как я делал, например, фестиваль сферического кино, когда люди сидят все одновременно в зале на крутящихся стульях. У них есть, собственно говоря, шлемы, которые мы просим надеть, но они сами ничего не включают. Мы им включаем удаленные изображения, и они синхронно смотрят. Видео с примером того, как я провел этот фестиваль, вы можете посмотреть тут. Я вот его делал. И правильный вопрос, умеет ли Facebook работать в кардборд. К сожалению, Facebook не работает конкретно с кардбордом. С кардбордом работает YouTube. И проблема отсутствия кардборда под Facebook это проблема исключительно конкуренции между вот этими двумя крупнейшими игроками на рынке VR Google и Samsung. В данный момент то, что есть у меня на телефоне, это возможность не на этом телефоне. Когда я захожу в Facebook и 360 с телефона, я его точно так же могу крутить, как я вам показывал на YouTube или файл у меня на компьютере. но разница в том, что именно на телефоне здесь вот я могу его крутить также я могу его крутить пальцем вот вижу ту же самую тепловую карту но вот он мне еще предлагает его и посмотреть в очень VR посмотреть в VR и для этого он мне просит просто засунуть это в шлем Gear VR так как они Samsung и Facebook работают в одной команде. Там на самом деле история в том, что Facebook принадлежит компания Oculus, которая сублицензировала технологию Samsung. Вот. К сожалению, это сейчас невозможно и то, что приходится делать это отдельно выкладывать видео на Facebook и Facebook дает довольно сильные механизмы проигрывания видео 360 наверное самые большие то есть бесплатный органический посев по сравнению со всем остальным. На мой взгляд алгоритмы по которым Facebook сейчас определяет приоритеты показа того или иного контента идут так прямые трансляции затем видео 360 затем фото 360 затем видео обычные фото обычные затем статусы потом репосты потом ссылки на внешние сервисы типа YouTube и так далее. Поэтому видео 360 находится в очень хорошей органической группе когда вы загрузив видео получаете хороший посев бесплатно но мой опыт опять же показал что даже небольшой бюджет в 500 рублей на первый день позволяет распространить это видео гораздо шире и Facebook его замечает надо просто помечать что оно где-то 360 кроме как того что он по метадам по которым он определяет сейчас проекты которые мы делаем мы всегда даже коммерческие проекты мы всегда публикуем на YouTube и на Facebook по отдельности потому что есть группы людей которые готовы смотреть в картборде с YouTube и YouTube поддерживается и на iOS и на Google хотя долгое время на iOS невозможно было посмотреть YouTube ролики в 360 и есть большое количество приложений и приложения это тоже одна из ниш применения для социальных проектов в виртуальной реальности потому что выпускаемое приложение может не только предоставить контент пользователю но и регулярно присылать какие-нибудь уведомления в коммерческом в коммерческой сфере это используется например российскими ребятами телеканалом авто24.ru ну зарубежный аналог такого проекта же является Discovery VR и они регулярно если вы соглашаетесь присылают там уведомления о том что вот вышел в эфир обычного телеканала вышел такой-то ролик у Discovery VR то что там вышел новый сезон и так далее и таким образом создав человеку приложение которое дает ему интересный увлекательный контент они напоминают получают канал напоминание ему о том что идет по их основному коммерческому каналу и это создает для них какую-то устойчивую модель продвижения YouTube и Facebook в России любят виртуальную реальность любят о ней говорить но пока конкретных специальных проектов поэтому делают мы делали показы на YouTube Video People была такая сессия по сравнению с видеоблогерами по сравнению с наиболее популярными роликами ниша Video 360 сильно уже у самых популярных в мире Video 360 все равно показов сильно меньше чем у любого клипа Тимати условно говоря потому что пока что нет вот этой вот волны и нет такого контента который бы создал вот этот вот массовый эффект реально речь о том что пока самые известные люди не создадут свой контент собственный в 360 коммерческий те же самые видеоблогеры те же самые звезды певцы эта технология не дойдет до людей которые бы создали вот эту самую большую массовую зрительскую демонстрацию то есть не показали бы это тем кто бы понял как эта технология работает чтобы она стала устойчивой тем не менее YouTube поддерживает например включение аннотации внутри видео 360 и тот средство тот механизм который можно использовать для обычных видео подходит и для видео 360 а так как люди тратят больше времени на просмотр видео 360 все-таки чем на обычное видео и многие посмотрят по несколько раз то эти аннотации довольно хорошо помогают публиковать это на других платформах я особо особо не вижу необходимости но я могу сказать что сейчас уже в отличие того что было даже месяц назад вы довольно легко можете сделать свое собственное приложение с 360 градусным снятым контентом через сервис который я опубликовал Headjack.io это по сути дела такой WordPress для создания 360 градусных приложений которые вы можете заплатив ежемесячную оплату вы можете сделать свое приложение с 360 градусным контентом с каким-то шаблонным меню его там под себя настроить скачать и опубликовать в Google Play или в iOS или же они могут опубликовать это от себя и таким образом вы уже сразу получаете приложение которое вам нужно здесь наверное этот сервис еще находится в бета-тестировании он только появился я его бета-тестирую тоже в том числе я по-моему еще Альфа тестировал его но если говорить проще то дальше наверное следующий вопрос который возникает который Максим уже поднимал собственно говоря а как нам снять вот видео 360 естественно как и в простых случаях первый ответ это обратиться к профессиональным компаниям которые умеют снимать видео 360 посмотрев их портфолио и поняв какого рода видео они могут снять дальше возникает вопрос насколько это качественным видео может быть можно ли это снять видео для тех целей которые вам нужны на такую камеру или же вам нужна огромная махина там из кучи камер которая зато создаст очень высококачественный контент эти все вопросы это вопросы которые мы традиционно должны поднимать в обычной рекламе и многие годы работы с НКО показали что несмотря на то что НКО чаще сначала формирует бюджет роликов а потом уже говорят что у нас есть только денег но нам нужно снять это в данном случае имеет смысл понимать что видео 360 это все-таки еще вопрос очень много большого количества ручной работы не автоматической которую вы в одного вряд ли сможете самостоятельно освоить если вы профессионально не занимаетесь видео и поэтому все эти компании стоимость работы с ними она варьируется от очень низкой до очень высокой хотя с первого взгляда понять в чем разница в качестве вы не сможете второй элемент это то как вы это видео потом будете публиковать как вы его будете будете им заниматься будете это делать вы или кто-то другой здесь как и в социальной рекламе обычной у меня готовых ответов нет и каждый раз мы просто я консультирую именно по поводу того какое лучшее средство по съемке и по дистрибуции выбрать так как это две взаимосвязанных части многие вещи действительно особенно репортажного характера New York Times про который я уже говорил сейчас выпускает ежедневные новости в 360 снимаем мы вот на такие камеры и их качества вполне себе хватает но для того чтобы воспроизводить в таком качестве нужны ресурсоемкие компьютеры потому что мы привыкли к форматам Full HD 720p так вот чтобы было нормально смотреть видео 360 вам нужно минимум 4К потому что эти 4К наденутся на всю сферу и что оставит вам на один момент просмотра в один глаз что называется в один экран всего лишь вот как раз эти 1100 точек что даже не Full HD именно поэтому вам нужны очень мощные компьютеры которые позволят это все отмонтировать добавить к этому титры которые ты обычные титры туда не положишь тебе нужно их специально исказить для этого есть плагины которые стоят денег поэтому первый ответ всегда обращаться к профессионалам втором если вы уже решили осваивать это сами то проконсультироваться и почитать потому что большинство людей которые сейчас этим занимаются это прежде всего фрилансеры небольшие компании и очень много информации о том как этим заниматься проблема в том что чем проще и чем менее качественные изображения вы делаете тем меньше вы получаете от него отклика и впечатления людей но как и в случае с камерами GoPro для обычного видео здесь имеет смысл пользоваться такими камерами для съемки каких-то сложных историй самое важное что вы должны помнить про виртуальную реальность про видео 360 то что изображение должно быть желательно как можно лучше стабилизировано при съемке потому что при монтаже достабилизировать это изображение будет гораздо сложнее мы знаем механизмы которыми стабилизируется изображение обычное берется увеличение экрана и он стабилизируется по линии горизонта так вот здесь происходит примерно то же самое Есть линия горизонта, которая, когда мы надеваем очки, совпадает с нашим взглядом. И в общем и целом происходит кручение этой сферы вокруг этой линии горизонта, попытка сохранить эту линию горизонта по всей сфере. Делать это непросто, есть специальные механизмы, но в плохом случае, если вы сделаете плохой и очень шатающийся VR 360, ваши зрители, скорее всего, их будет тошнить. Поэтому не каждое видео 360 хорошо, и не каждое видео 360 поможет решить какие-то проблемы. Мне кажется, что VR ждет судьба 3D-телевизоров, потому что 3D-телевизоры изначально не использовали... Потому что мне кажется, первое, что сейчас VR и 360, они как 360, не требуют вообще ничего дополнительного, так как эта функция уже встроена в наши телефоны и так как это встроено в те социальные сети и те инструменты, которые мы используем. И поэтому не нужно ничего дополнительно покупать. Базовая функция просмотра вокруг и лайв-стриминга и просмотра вокруг уже доступна. Если говорить про конкретный VR, то мне кажется, честно говоря, что VR это лишь ступень перехода к более сложной технологии, дополненной и далее смешанных реальностей, в которых мы уже не будем пользоваться дополнительными, ограничивающими наше зрение устройства, угол обзора устройствами, а будем интегрироваться в что-то типа очки от HoloLens и уменьшающиеся носимые устройства, которые будут визуализировать нам нашу информацию и, если надо, отгораживать нас от внешнего мира. Степень инвестиций в VR очень большая. С 3D-телевизорами была история с тем, что как формат, мне кажется, он никогда и не решал задачи, о которых мы говорим и о которых я все говорю, он не решал задачи пользы для людей. А если это ничего, кроме как удовольствия и развлечения, то огромное количество сегмента рынков сбыта сразу пропадает. У 360-го VR есть действительно большое количество пользы, и вот проект, который собирается делать Максим, в том числе говорит об этом. Есть огромное количество проектов, которые помогают в реабилитации людям с инвалидностью, и эти проекты проводились исследования в течение многих лет. Есть огромное количество проектов, которые помогают людям без инвалидности понять людей с инвалидностью, понять людей с различными проблемами. И вот это, мне кажется, этот инструмент понимания людьми, у которых нет проблем, понимания людей с проблемами, Мне кажется, это то, что и создает стоимость и важность этого медиа, этого нового вида коммуникации, вида технологии для общества, в отличие от 3D-телевизоров. Ранее еще задавался вопрос о том, что... Вот есть видео-ролик о том, как совместили очки VR с велотренажерами и получается велопутешествие. Я общался... Мы совместный проект социальный, который делаем в рамках VR Ability, сейчас делается с программой Лыжи Мечты. Лыжи Мечты как раз занимаются реабилитацией людей с аутизмом, с ДЦП и с другими видами инвалидности через катание на лыжах зимой и на роликах летом. И я к ним пришел и предложил им сделать видео 360 о том, как происходит это катание, показать, как красиво кататься на лыжах, чтобы демонстрировать это видео, как я думал, детям, чтобы убедить их это попробовать. А сейчас это больше, как продемонстрировать это тем, кто не понимает о программе и почему катание на лыжах может помочь детям, и как это происходит, и что это безопасно. Или родителям детей, но не самим детям, потому что многие дети с аутизмом, к сожалению, боятся надеть этот шлем и не совсем правильно воспринимают отображаемое изображение. В отличие, между прочим, от детей с синдромом Дауна, так как они, сколько я ни показывал, очень-очень впечатляются изображением. И это понятно, это действительно очень дает яркие реакции. Есть еще, например, вопросы, и сейчас проект, которым я по VR-абилити хотел бы заняться дальше, это люди с нарушениями зрения. И там есть две стороны. Первое, это вот сейчас то, что я хочу сделать, это приложение, которое визуализирует различные степени потери зрения и различные проблемы зрения. Мы давно об этом проекте обсуждали с технологией возможностей, и это вот то, чем бы я хотел очень сейчас заняться. Так как это очень понятные визуальные эффекты, которые могут накладываться поверх реально транслируемого изображения. Там через сквозную камеру или через камеру 360. Но это очень сильно помогает людям осознать, какого рода происходят изменения в человеке. А для незрячих людей в виртуальной реальности тоже есть инструмент, использующий механизм того же самого гироскопа. Это пространственный звук, который, отслеживая ваше перемещение головы, усиливает сигнал, например, когда вы смотрите направо, или налево, или вверх, или вниз. И этот луч того, как он усиливает, может быть очень узким. То есть, если у меня здесь находится машина, мотор машины, а здесь пчела, то когда я смотрю полностью сюда, я слышу в ушах в основном пчелу, и где-то сзади на фоне в наушниках остается чуть-чуть машины. Совершенно на противоположную историю наоборот, и полностью такая же здесь. То есть, применений это много. Это и аудиопутешествий, это и помощь в адаптации людям, которые потеряли зрение при помощи, в результате травмы, и не успели адаптироваться вот к новой звуковой картине. И таким образом, постепенно создавая звуковую картину мира, можно пройти курс привыкания к миру гораздо быстрее. Не при помощи специальных инструментов, а при помощи, условно говоря, шлема со своим телефоном, надетого на голову, и качественных наушников. Мне кажется, что подобные инициативы, и мы их обсуждаем буквально так вот, на пальцах обсуждаем, в плане того, что давайте попробуем это. Они все, к сожалению, требуют определенных средств, требуют определенных вложений, так как требуют работы не только меня, например, как режиссера, но и программистов и других людей, для которых, в принципе, пока еще тяжело понять, как делать социальные проекты. Поэтому, конечно, здесь идет речь о корпоративной социальной ответственности, о поиске партнеров. И в этом смысле, конечно, нужно понимать какие-то основы социального предпринимательства и понимать законы, скажем так, бизнес-процессов. Которые бы позволили привлечь этих партнеров. Ну, самая простая механика, как я уже говорил, это создание и выпуск картбордов, которые позволяют брендировать их, как вы хотите. Это просто белый картон изначально. С какими угодно логотипами и с каким угодно посланием, но выпустите. Это хороший сувенирный продукт, и их, в общем и целом, можно очень хорошо продвигать и раздавать. Сейчас ответ на вопрос про универсальный видеоплеер с поддержкой пространственного звука, чтобы смотреть видео без Facebook и YouTube. У меня нет однозначного ответа. Дело в том, что Facebook приобрел компанию, которая создает пространственный звук. И они заложили этот механизм даже в Facebook. И сейчас уже начинают тестироваться. Вот онлайн-видео, которое, если вы смотрите на телефоне и крутите телефоном в наушниках, вы вот этот пространственный звук слышите. У меня есть определенные плееры, которыми я пользуюсь для показа, но не для пространственного звука. В случае с Android для меня наиболее оптимальным плеером классическим остался VR Player Pro. Вот он так называется. И у него есть еще бесплатная версия, но мне Pro просто нравится, потому что я могу на нем назначать клавиши и могу его контролировать с другого телефона или с пульта. То есть надеть в кардборд человеку и пультом запускать различные видео. Но так как у меня самсунговский телефон, у Samsung есть сервис Samsung VR. И вот он как раз и в Gear VR поддерживает пространственный звук. Но это слишком ограничено. Чтобы прочувствовать, наверное, пространственный звук в полной мере, я советую скачать проект Google Spotlight Stories. Это, во-первых, интересные фильмы, в том числе и эпизод с Симпсонами, которые как раз очень хорошо показывают, что такое полуинтерактивное видео. В Симпсонах там вообще история в том, что если вы не смотрите туда, когда нужно, то история не развивается. То есть вам нужно посмотреть на Гомера в определенный момент, чтобы история продолжала развиваться. А до этого идет какой-то музыкальный фон и какие-то возгласы, реплики, которые находятся в цикле, но и не раздражают. А затем на iOS один из немногих плееров, который я рекомендую, это Homido Player. Потому что у него также очень широкий спектр настроек. И для того, чтобы загрузить туда видео, вам необходимо подключить телефон по iTunes, зайти в приложение, зайти куда-то вниз опуститься. И тогда уже выбрать в приложении, куда внутрь него закинуть видео. Инструкций в интернете полно, как это делать. Но это не такой процесс, что хоп-хоп-хоп и закинул файл, как на Android, например. Я думаю, что на рынке очень скоро появятся плееры, которые поддерживают все эти суперформаты. Но звук пока что они не поддерживают. Еще раз, звук – это очень многоформатная история. И те плееры, которые сейчас существуют, они не могут быть универсальными. То есть они могут сказать, окей, мы поддерживаем. То есть есть несколько плееров, но в основном сделанных внутри проектов. Что можно сделать? Это можно подсунуть на самом деле в приложение коммерческих брендов, которые используют пространственный звук, их в интернете можно найти. Когда вы скачиваете это приложение, вы скачиваете еще и видеофайл mp4. И приложение обращается к этому файлу mp4. Так вот, я пробовал с нашим проектом для одного из пивных брендов подменить файл, назвав его точно так же, воспроизвести. И так как в приложении стоит этот движок, который позволяет воспроизводить пространственный звук, то я просто в приложении этого пивного бренда воспроизвел свой совершенно социальный, обычный контент, но с пространственным звуком. Просто вот так вот хитро, схитри. Мне кажется, что вот как раз я вам давал ссылку на Headjack, вы можете Headjack сделать свое собственное приложение, и он будет поддерживать пространственный звук. И вот это, мне кажется, гораздо лучшая история. Можно проверить, по-моему, там даже будет так, что если вы скачаете это приложение, то вы сможете потом в него загружать файлы на телефоне. Но, я говорю, это еще находится в бета-тестировании, и не все функции их известны. Есть ли какие-то... Можно, да, я еще пару вопросов задам на правах. Во-первых, вот что по поводу детей? Вот я слышал такую историю, что дети, например, там до 5 лет, они не различают виртуальной реальности реальность часто. И вот как воздействует вообще на детей вот это вот видео 360, они как это воспринимают? Я много показывал виртуальной реальности детям, и несмотря на то, что у Samsung стоит официальное ограничение не показывать VR детям до 13 лет, я часто вижу и показываю на своих собственных устройствах, и у них есть впечатление, но у них нет удивления от технологии. Здесь больше вопрос не в том, что они различают или не различают VR и реальность, а в том, что для них с их вот уровнем того медиапространства, в котором они выросли, для них это не является суперфишкой. Для них это является прикольной фишкой, но не суперособенностью, которая требует суперресурсов. Вот. И здесь вопрос в том, что я не рекомендую показывать VR детям до 6 лет, потому что еще не сложилась у детей культура потребления контента, культура его обработки в мозгу или в мозге. Я знаю точно, что есть определенное количество времени, в рамках которого VR смотрится комфортно. Это 25-30 минут. Большинство зарубежных российских коммерческих проектов, которые существуют, и некоммерческих, они не дают делать сеансы больше получаса, потому что я так это для себя определил. Когда мы смотрим кино в кинотеатре, полнометражное двухчасовое, мы его воспринимаем только вот в одном фронтальном канале. В то время как, когда мы смотрим VR 360, для нас информации, она существует слишком много. У нас мозг все равно обрабатывает под спудом боковую информацию в гораздо большем объеме, чем с обычного экрана. И мне кажется, что 25-30 минут по уровню информационной загрузки головы совпадают с тем, чтобы посмотреть полнометражный фильм. И с детьми, к сожалению, у них точно отсутствует понимание того, какой объем они должны выдерживать. С одной стороны, мы можем VR-ом натренировать детей будущего, которые смогут в этих шлемах существовать. С другой стороны, я думаю, что наша физиология все равно создает барьеры для того, чтобы не переборщить с объемом информации неестественной для человека в данный момент. Там просто посидеть час на парке военных действий, условно говоря, это все-таки тяжело. Тем не менее, игры для детей от 3 до 6 лет в виртуальной реальности есть. Они очень используют примитивную механику и яркую, сильно отличающуюся от реальности графику, которая точно дает понять, что, как бы, камон, это все выдуманный мир. Еще хотел спросить про вот видео 360 и дополненную реальность. Ведь, по сути, вот в видео 360 можно дополнять ее, как сказать, сделать это видео основой для реального существования человека и коммуникации с каким-то объектом, да? Абсолютно. Это то, чем я бы хотел заниматься, когда технологии дополненной реальности станут больше доступными. То есть, визуализировать... По сути дела, мы говорим о том, что... Мне, как режиссеру, это супер обидно звучать, но для мира виртуальной реальности все прекрасные видеовиды, которые мы снимаем с глубиной, с передним, задним планом, с монтажом для мира виртуальной реальности, это всего лишь текстура, надеваемая на виртуальную сферу, внутри которой стоит стереокамера. Это очень хорошо ставит на место всех тех, кто занимается видео 360 и бьет себя в грудь, что вот мы VR, мы VR. Это текстура. Это текстура, надеваемая на сферу, но это текстура, которая создает невероятную степень человеческих эмоций, потому что люди даже плохому изображению верят лучше, чем компьютерной графике. Вот дополненная реальность, взаимодействующая как с реальными объектами, так и с видео, имеет очень большие перспективы в плане дополнения пустых пространств, визуализации того, что, например, в этих местах может быть в полном сферическом обзоре. Там или того, что там было, или имплементации кусков хроники, совпадающих по ракурсу с точки съемки. Я не думаю, что именно видео 360 должно использоваться полноценно в дополненной реальности. Я думаю, что как раз видео 360 лучше всего переносит тебя, когда твое зрение ограничено вот как раз шлемом виртуальной реальности пока что. И даже там полнокупольные кинотеатры не создают у тебя того погружения, которое у тебя все-таки происходит в шлеме виртуальной реальности. Единственное, что я заметил такую вещь, что то, как я провожу кинофестивали, и то, как я стараюсь проводить показы свои, когда люди сидят вместе и смотрят одновременно в шлеме, несмотря на то, что они отгорожены визуально друг от друга, фильм один и тот же, и при этом каждый смотрит в свою сторону, но он слышит звук фильма из внешних колонок, но он и слышит реакции соседних людей, как они хлопают в конце, как они радуются, как они испугаются. Это создает как раз ту перспективу для развития технологии, которая мне нравится больше всего как режиссеру, что люди все равно оказываются в совместном социуме публичного просмотра коллективного, но при этом каждый из них смотрит свое кино. Но эта вот синергия общих эмоций, она создает у зрителя еще больше ощущения. Да, я в другом месте, да, это все видео, но, по крайней мере, я это все, я не один такой идиот, нас тут много, и если другие люди реагируют, то и мне не стыдно реагировать и действительно пустить этот мир виртуальной реальности к себе. И последний вопрос. Вот все-таки, если посчитать стоимость, ну, допустим, человек захотел попробовать начать снимать, вот, минимальный набор такого вот человека, то есть, я понимаю, это вот камера 360, Да, да, я скажу, я, в принципе, начал это понимать довольно недавно. Значит, давайте пойдем. Первая – это камера. Камера, которая хорошо снимает, но и которая может контролироваться с телефона. Практически все камеры, которые есть в 360, они контролируются с телефона, но немногие камеры контролируются с айфонов, большая часть из них контролируется с андроида. На данный момент качество большинства таких любительских вот 360 камер – это Full HD. То есть, у нас на один экран остается всего там 500-600 точек. Но из этих сегментов самая дешевая и доступная камера на рынке – это HOMIDO камера, она еще только выпускается, она стоит 15 тысяч рублей. Или LG 360, тоже, по-моему, стоит 15 тысяч рублей где-то. Следующими камерами, следующим уровнем камеры идут камеры типа Ricoh и Samsung Gear 360, Nikon, K-Mission и другие. На этом можно спокойно закладывать от 30 до 40 тысяч рублей сама камера. Нужно понимать, что для того, чтобы идеально работала камера Samsung, необходим телефон к уровню S7 или хотя бы S6. Но можно спокойно, если вы хотите этим заниматься, брать там БУ-телефон, у которого сломан какой-нибудь GSM-модуль, у которого там что-нибудь треснуто, потому что вам самое важное – это процессор этого телефона и Wi-Fi-модуль. С помощью телефона вы контролируете, что снимаете камеры. Вы посылаете команды, потому что снимает 360. Чаще всего вы стараетесь убрать всех лишних людей с площадки и оставить камеру одну взаимодействовать с людьми, либо же вы ее сами несете на вытянутом штативе, чтобы вы в 360 остались лишь маленькой точкой внизу. Поэтому вам нужен телефон, чтобы ее контролировать и понимать. И в случае с Samsung вы еще и сразу скачиваете изображение на телефон, и он ее автоматически сферически сшивает. Последняя камера, которую я видел и пользовался – это Nikon K-Mission, который сразу уже записывает на камеру сшитый 360-градусов файл в формате MP4. Мне кажется, что Nikon K-Mission стоит чуть подороже, то ли 500, то ли 600 долларов. Он снимает в 4К, он сразу сшивает. Его сшивка еще не идеальна, но это проблема программного обеспечения, а не оптики. И поэтому я думаю, что в следующих версиях они будут лучше. Итак, вот камера, про которую я говорю сейчас – это Nikon K-Mission. И вот ссылка на их веб-сайт. Камера, про которую я говорю, как Samsung 360. Это вот она называется. Так, еще секунду. И она действительно… Про нее очень много написано, и она действительно очень имеет наибольший потенциал в данный момент. Сейчас. Оп. Моя любимая Ricoh Seta S, у которой есть функция прямой трансляции, одна из немногих, которая это уже отлично поддерживается на YouTube. Самые дешевые камеры на рынке сейчас, но не с самым высоким разрешением, но зато позволяющие это все уже снимать. Это HomiDoc. Камера 360. И я еще хотел… Так, LG 360. Есть еще множество разных камер. И на самом деле у меня просто есть статья, точнее ответ на The Question, который… Вот я его сейчас публикую. Это ответ на вопрос, как показать бабушке и дедушке места, где они никогда не пробовали, где бы они никогда не побывают при помощи очков в виртуальной реальности. В принципе, можно это посмотреть именно на The Question у меня на сайте на VRAbility. А, сейчас я тоже ссылку дам. Там я перечисляю многие вещи, которые я сейчас не успел проговорить или забыл проговорить. То есть какие есть приложения с готовым контентом, какие есть шлемы, и какие есть камеры, в том числе там это тоже описано. Дальше. Вам для монтажа… Допустим, мы говорим про Nikon Kimission или про HomiD или про Samsung. Ну, короче, допустим, у вас уже есть сшитое изображение двух вот этих полусфер. И этот файл, он на самом деле просто файл MP4 с так называемой эквидистантной искаженной проекцией, которая выглядит очень странно. Такая развертка. Это обычный прямоугольник, как края нашего кадра, в котором я выступаю, но который смыкается в сферу сзади и сверху снизу. И поэтому этот файл вы можете редактировать в обычном премьере, на обычном ноутбуке. И если ваш ноутбук нормально тянет видеомонтаж, или ваш компьютер нормально тянет монтаж обычного видео в Full HD или в 4 даже К, то тем более вы сможете смонтировать видео 360. Однако, чтобы подложить какие-то хорошие титры, вам необходимы, к сожалению, специальные еще плагины, которых довольно сложно найти. Которые довольно сложно найти. Но вот я просто приведу пример. Это вот самый доступный из них. Это Skybox VR Tools. Чтобы вы понимали, для профессиональной сшивки с кучей GoPro мы используем программы Color Autopana Video и Color Autopana Giga, лицензия на которых совместная стоит около 1000 евро. Skybox'овские продукты стоят 180-200 долларов. И покупать их, конечно, жалко, но это то, что вы можете использовать для того, чтобы поставить обычные фотографии в сферу 360, подложить правильные титры, которые в шлеме будут не искаженными, а правильно восприниматься. И так далее. Я еще советую, кстати, из того, что Максим спрашивал, несмотря на то, что они пишут в условиях использования, очень крутой сервис samsung.vr.com. Это самсунговский видеохостинг для видеофайлов. И он пока что является наиболее качественным из того, что я видел. Но он как бы существует в экосистеме Samsung. Далее, соответственно, когда вы смонтировали в премьере видео, если у вас премьера 2015 или 2017 уже, то при экспорте видео, я, к сожалению, не могу сейчас открыть свой премьер, но там есть уже функция VR. Во-первых, в премьере, давайте я попробую, я просто не хочу открывать тот проект, которым я занимаюсь, но в премьере уже есть функция просмотра видео в круговом обзоре и функция экспорта с метаданными, чтобы загрузить это как раз на YouTube или на Facebook. Без него YouTube, без этих метаданных, YouTube не распознает видео и не сделает его развернутым в 360. Поэтому для того, чтобы хоть что-то получилось, всегда нужно иметь метаданные. Файл, который вы загружаете первым, так сказать, файл, который вы загружаете напрямую с камеры, уже эти метаданные имеют. Но когда вы его редактируете или что-то с ним делаете, к сожалению, это меняется. Сейчас вот я еще раз расшарю экран быстренько и покажу, что я имею в виду. Потому что, наверное, это очень важно. Сейчас, your entire screen, share. Вот, вроде бы, сейчас должен идти от меня экран. так называемые вот этой эквидистантной проекции. У меня еще стоит поверх дополнительно GoPro VR Player, который позволяет, открывается мне как отдельное окно, которое я могу из интервью, то я могу его, но я могу не воспроизводить, в общем и целом, то я могу его крутить и смотреть вверх, вниз. И вот так вот. Дополнительное окно. Ну и премьер сейчас в обычное видео, он мне показывает в таком виде. И мы, соответственно, что это потолок, это пол. И если... Ой, секунду. Если я... Что-то у меня... А, да. Тут вот так. Я... ...выр-видеодисплей, то я получаю VR-проекцию. И я тут должен просто выбрать, что это VR-видео сеттинг. И вот я могу уже в обычном своем... в своем формате крутить видео 360. Это на одном из наших кинофестивалей. Что важно, что размер этого файла всегда два к одному. То есть не 16 на 9, как мы привыкли, а вот в конкретных таких вот пропаганных 40 на 360. HD 4К. И вот в общем и целом, чтобы подложить сюда какие-то красивые титры, если мы их подкладываем обычные, без каких-либо плагинов, у нас получается очень грустная история. Так и назовем грустная. Я хочу их положить, например, вот сюда. Все, что... то, как это у меня будет отражаться в проекции, будет именно то, как называется титр. Смотрите. Он как бы разворачивается по сфере. Это где-то прикольно, но поэтому нужны специальные плагины, которые этот титр превратят в веселую историю. вот, видите, он у меня стал обычным титром по одному, ну, то, как я его видел бы в экране. Там еще эти плагины позволяют их по-разному крутить, туда, сюда, вверх, вниз, позволяют добавить шарпность, потому что добавлять шарпность, но если вы его добавляете обычными инструментами, то у вас сзади появляется очень сильный шов, так как шарпность, обычный эффект, не понимает, что у вас камера потом садется внизу, ну и разные другие эффекты. И потом вы экспортируете это видео, это единственная нормально работающая с VR-ом монтажная программа, и когда вы экспортируете, вы ставите видео из VR, в данном случае это моноскопик, я про стереоскопик вообще не говорю, но вот вы это экспортируете и вот у вас есть метаданные, вы можете это загружать на YouTube, и YouTube после того, как загрузит, обработает, очень быстро вам выдаст 360-градусный файл. Про это я не буду рассказывать. Алексей? Да, 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 ну в общем супер, было интересно посмотреть, я просто думаю, что уже времени много, я думаю, что можно заканчивать, потому что так очень прям обширно, да, ссылки тоже полезные, но я думаю, что остальные информации можно посмотреть на сайте, да, и там, если что, задать вопрос в Facebook. Да, я еще хотел сказать, что вот есть несколько профессиональных порталов, которые пишут о VR-технологиях, довольно интересные вещи, Holographic, от Space, VR-Geek, это те, с которыми я очень плотно сотрудничаю, они пишут много переводов о том, что происходит в индустрии, есть еще какие-то издания, но вот Holographic и VR-Geek на данный момент наиболее плотно показывают, что происходит в индустрии мировой с переводом, переводы, и что происходит в российской индустрии VR. Там же вы можете найти списки компаний, наиболее успешно работающих в VR-е, и в общем и целом, я думаю, что вот эти порталы, если вас интересует VR и AR, стоит обратить внимание и регулярно пользоваться. Ну что, супер, тогда благодарю за время и за интересный рассказ, вот, и там, если у кого-то будут еще вопросы, я думаю, что либо там в Фейсбуке мероприятия, либо как-то еще можно будет задать. Да. Все, тогда прощаюсь. Еще раз большое спасибо. До свидания.